для тех кто смотрит все это дело впервые и условно говоря в youtube чеки еще раз повторю что мы запускаем воспроизводим уже не в первый раз спецкурс по языку программирования питон это введение в язык программирования питон но не с нуля совсем не с нуля а как бы для тех кто в общем уже умеет программировать вот основной наш сайтик сейчас мы запустим основной сайте к я пока поговорю основной на шайтик с лекциями и конспектным всем остальным называется юни юникс . org или . ру в это все равно а вот он сейчас вот он в разделе лекции в разделе лекции у нас как раз ну давай уже грузись медленно работает жалко все все таки вот в разделе лекции у нас как раз наш курс этого года вот он и вот значит наш первый лиц а помнится я пытался в прошлый раз когда у нас не работал проектор немножко рассказать историю развития языка на самом деле я наверное даже делать этого больше не буду напомню только основные положения которые мне будут важны для дальнейшего объяснения что делать с этим вашим питончиком в принципе утверждение номер номер один питон язык интерпретируемый и вообще наше знакомство начнется с запуска интерпретатора и работы работы в нем мы поначалу программа даже не будет утверждение номер два питон язык развиваемый сообществом очень долгое время во главе этого сообщества стоял гвид ван росон вот такой отличный программист носи на самом деле и вообще человек хорошо понимающий с какой стороны у языков программирования лежат языки программирования вот буквально в прошлом что ли году он слегка так отошел от дел просто потому что выяснилось что сообщество питона дозрело до того чтобы решать большинство вопросов не просто сообща а вообще не прибегая к такой такой пилюли как великодушный диктатор если кто не знает великодушный диктатор это такая довольно частая должность во свободных сообществах когда люди начинают как бы сказать поприличнее бессмысленный спор друг с другом вот и понимают что они начали бессмысленный спор друг с другом да вот кидать друг друга метание в друг друга аргументов начинает вот то они призывают какого-то человека который находится над схваткой и нужен специально для этих случаев вот и спрашивает у него скажи мне пожалуйста вот аргумент у одной стороны вот аргумент у другой стороны рассуди нас добрый гвида и другой добрый гвида смотрит мне это не нравится давайте выкинем или наоборот мне это нравится давайте возьмем ну так вот после нескольких случаев когда комьюнити спросила мнение у гвида вида его высказал а комьюнити решил по-другому потому что они посвящались и подумали что есть резоны за принятие того решения про который гвида который гвида не одобрил вид скалу ребят слушайте но окажется что мне уже в общем-то не нужно работать диктатором никогда на самом деле не хотел но вы очень просили а теперь ведь вы и сами справиться на этом в общем он как бы он продолжает заниматься питом продолжает туда вкладываться как бы много читает но вместо него на должности решения окончательных вопросов сейчас некоторый совет активных членов сообщества вот еще один пункт относительно поддержки сообществом нет нет давайте лучше найдем прямо на сайте питончика зайдем ватс черный точка вор чтобы показать чтобы показать что я имею в виду еще один пункт поддержки языка сообщества состоит в том что язык постоянно развивается в него регулярно буквально на в каждой при выходе каждой новой версии добавляются какие плюшки волшебные вот которые любят народ и эти плюшки добавляются не сами собой и даже не произволом вида а по предложению по проведению специальной процедуры которая называется python ханцет пропозал вот давайте какую-нибудь документацию откроем и посмотрим что произошло за за это время с питом тряси вот пожалуйста последние на сегодня актуальные версии языка питома питом 3 7 вот их тут много и уже 3 8 готовится к выходу вот и что включилось в язык программирования p7 вот пепп пропозал но под номером пятьсот шестьсот три нам говорит о чем нам говорит о том что аннотации то есть рекомендации потому какого типа могут быть данные с которым вы работаете в языке питом мы знаем что питом мы узнаем что питом язык со строгой но динамической к типизации так вот типизация динамическая но есть аннотация так вот что эта аннотация иногда не может сработать в момент когда вы ее пишете ее нужно постполн мы пишем аннотацию а понимаем о том что она значит только в самом конце вот ну вот например мы говорим что данный метод возвращает класс типа c прямо в описании класса к тому моменту когда мы говорим что это класс типа c мы еще не знаем что такое c вот вот эта штука означает что возвращаемое значение этого метода должно быть типа c вот пожалуйста вам пепп этот пепп можно почитать пепп 63 там ссылка на него есть есть чтобы посмотреть как вообще устроено развитие языка устроено следующим образом вот некто по имени укаш ланга вот укаш ланга этот самый лукаш ланга говорит я предлагаю сделать поспорно по спорно твлёйшим краткое изложение зачем это нужно сделать как это можно сделать в текущем питоне какие какие то какая теоретическая база у того что я предлагаю вот как вот эти типизированные аннотации пытаться в интерпретируемом языке программирования обрабатываться вот как будет сохранена совместимость с предыдущей версии в питоне в которой этого не было да куда еще читать и какие идеи мы уже рассматривали на эту тему но их не приняли видите вот вот что было вот был prior discussion что было до того как я это предлагал вот ну и чем закончилось там где-то в конце должно быть написано а нет чем закончилось написано в начале в начале должно быть написано что статус у этого у этого пепа акса то есть кто-то раньше это был гвида теперь это совет значит главных питоноводов сказал хорошее годное предложение обоснование замечательное давайте это в объем в язык и это происходит ну грубо говоря три раза в год каждый раз когда выходит новая версия языка питон в ней чего-то такое добавляется мы сейчас посмотрели только на одно что-то вот а тут вот этого вот с нее как видите довольно много то есть ну полтора десятка пепов было принято за 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 время между питон 5 3 6 и питон 3 7 то есть любой разработчик который а знает как лучше б умеет объяснить что это лучше а не хуже в а хорошо себе представляет как это может быть реализовано внутри имеющегося у нас питона принимает участие в разработке языка программера такие дела значит из этого это не только хорошо но и плохо как обычно но об этом мы поговорим видимо в конце уже семестр прежде чем заниматься собственным языком последнее что я хотел сказать про про язык питон это то что я в прошлый раз ошибся на два что ли порядка когда говорил как количество свободных проектов которые находятся в а репозиторий python 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 index это репозиторий свободных модулей для питона который любой человек может взять и установить на данный момент находится 196 тысяч 476 проектов по различным тематикам можно посмотреть по каким вот если вы нажмете кнопочку классифаер вы увидите что по фреймворку есть классификатор по топику применения бесконечный классификатор по топику бесконечный короче на все случаи жизни о которых вы даже не знали есть минимум несколько штук модулей питона свободно в этом репозитории отсюда кстати следует некоторые соображения о котором мы будем говорить в следующем семестре в курсе разработки что современные программные продукты никогда не пишется с нуля совсем никогда особенно небольшие программные продукты решающие не слишком потустороннюю не слишком инфернальную пользовательскую задачу потому что почти наверняка вы знаете каким методом вашу задачу решать вы заходите на пп находите несколько десятков пакетов которые в той или иной степени готовы помочь вам это решить изучаете их выбираете из них те которые вы будете пользоваться обмазываете их какими-то собственными мыслями на питоне и получаете решение вашей задачи вот это нормальный способ программирования который у прикладных программистов если мы говорим про ну разработку небольших решений мы будем делать небольшие решения вот если речь идет про большие решения там отдельная тема но в общем эта тема примерно такая же мы используем фреймворки а не пишем все с нуля на своих значит многострадальных колен и это что касаемо комьюнити про лицензию я сказал лицензия на питон свободная лицензия на эти все модули по-моему в подавляющем большинстве свободные или как минимум свободно распространяемые ну по-моему только свободные я точно не знаю надо посмотреть вот про свободное лицензирование у нас времени разговаривать прямо сейчас особо нету но если хотите я могу устроить это где-то минут на 15 разговоров не сейчас нормально видно вот вот это отлично как я уже говорил питон язык программирования интерпретируемый и мы вообще поначалу будем работать прямо таки с интерпретатора а тут есть еще интересное интересный разговор про сам питон ну вот да поначалу мы будем работать прямо с интерпретатором вот просто потому что мне кажется это более более выразительно показывает чем мы имеем с чем мы имеем дело когда мы имеем дело с питоном вот я вот что-то такое набираю прошу прощения у тех которые все эти трюки видели уже на семинаре я что-то такое набираю и питон мне немедленно говорит что то что я набираю это синтаксически неверные конструкции видите да хорошо видно или погромче сделать в смысле побольше буковки побольше сейчас сделаем побольше вообще 14 это нормально можно сделать 16 вот значит синтаксически неверная конструкция то есть на самом деле весь диалог с питоном состоит в том чтобы вы вы даете команду а он ее интерпретирует и выполняет в общем здесь никому не надо объяснять что такое интерпретатор у всех был shell в операционных системах вот это вот оно же обратите внимание что в конструкции 2 3 4 5 нет никакой синтаксической ошибки потому что это целое число чуть более сложный пример кто знает ответ молчит а кто не знает попробует угадать если я напишу вот так это тоже будет очевидно какая-то ошибка но как видите не такая как в первый раз чем отличается та команда которая выдал первой от той команды которая выдал последней маленькая подсказка для всех кто мечтает научиться программировать если у вас ошибка в программе читайте сообщение об ошибке да что это значит это значит что вторая конструкция значит было сказано я понял что сейчас это на микрофон не записывается поэтому я за вами повторяю вы не думайте что я присвою вам себе ваши слова первая ошибка это ошибка синтаксиса синтаксически первая конструкция не верна вот после первого же пробела ей стало плохо а вот вторая конструкция синтаксически верна То есть, если вы напишите такую программу, в которой вот это написано, то эта программа запустится. Первая программа не запустится. При попытке ее синтаксически проанализировать этот код, он упадет. Вторая конструкция синтаксически верна. Просто у нас идентификатора не существует. Если бы он существовал, то все бы было хорошо. Это другой тип ошибок, который называется рантайм-ошибки. То есть, ошибки, которые происходят при выполнении программы, а не при анализе исходного кода. И в интерпретируемых языках подавляющее количество ошибок – это ошибки рантайма. То есть, вы можете написать программу, которая синтаксически будет верна, но в зависимости от того, как у вас, например, формируется пространство имен, те имена, которые вы используете, будут то существовать, то не существовать, ссылаться на объекты одного типа, на объекты другого типа. Питон, в общем, все равно на объекты какого типа ссылаются имена, если вы хинт не написали. Поэтому, как будет работать ваша программа, сильно зависит от того, в каком состоянии сейчас находится интерпретатор. В отличие от компилируемых языков, где по исходу компиляции генерируется уже работающая программа, и ошибки рантайма могут возникать только из-за того, что у вас исполняющая система, которая формирует этот рантайм, ну, она не идеальная. Ну, например, вы работаете с указателями и положили мусор в указатель, потом его разименовали. Трах-бах, значит, как там это называется, segmentation, validation, вот это все. В идеальной какой-нибудь Java, например, таких вещей не будет. Java по-другому принципу не идеально, но вот с указателями у него все вроде хорошо. Хорошо, значит, ну, раз уж зашел разговор об связывании, давайте сначала определимся с типом объектов. Вот у нас бывает объект целого типа, вот у нас бывает объект какого-то типа, ну, вещественный бывает. Вот. Мы этот объект вещественного типа можем целого и всякого как-то там умножать, вот это все складывать. Ой. И тут мы задумываемся над тем, это совершенно не тема наших занятий сейчас, это тема курса архитектуры ВМ. Вот. Но мы задумываемся над тем, что никаких вещественных чисел на самом деле не существует. И любая попытка работать с вещественной арифметикой в нашем случае, это на самом деле попытка работать с моделью вещественного числа, конечной моделью вещественного числа. Мы с вами знаем, что если попытаться записать вещественное число, с очень высокой вероятностью вы не сможете за всю свою жизнь это сделать. Вот. Ну, например, ну, не знаю, ну, вот возьмем два числа E и π. Какое из них большее? А если их задумываем наперед написать, какой из них больше? Вот. Оказывается, когда мы работаем с вещественными числами, ну, пальцами, а не с алгеброй вещественных чисел. Когда мы их вычисляем. Мы вообще никогда не работаем с вещественными числами как таковыми. Мы всегда работаем с их моделью. В данном случае модель числа 1.1 и 2.2 по всей вероятности оказались плохо представимы в том формате хранения, в котором они там хранятся. Ну, и вот мы получили вот это. Значит, вещественные числа. Что у нас еще бывает? Ну, бывают строки. Строки в питоне тоже можно складывать. Причем, обратите внимание, вы можете использовать разные ограничители, кавычки и эти самые, да. Строки в питоне можно умножать. Делить только нельзя. И вообще со строками можно делать много всяких штук. У нас будет отдельный разговор про строковые типы данных. Там будет вам хвастить. Особенно те, кто не знает, вам точно хвастить. Я гарантирую. Питон не был бы питоном, если бы уже на этом уровне. Да, значит, есть еще более сложные типы данных. Мы про них поговорим чуть позже. Просто, чтобы было понятно, что в питоне есть так называемые списки, на самом деле это просто такие таблицы ссылок на объекты. Вот вы можете написать вот что-нибудь вот такое, да, и это будет список из, скольких тут, восьми целых объектов, да, целочисленных. С ними можно тоже всякие штуки делать. Об этом мы чуть позже поговорим, когда до них дойдем. Вот. Значит, список. В питоне есть множество. И в питоне есть наиболее, так сказать, сложные из встроенных типов данных, так называемые словари. Словари – это по другой терминологии ассоциативные массивы. Вот. Идея словаря с точки зрения, так сказать, самых маленьких пользователей состоит в том, что это такие массивы, у которых вместо индексов внезапно любые объекты. Вот у обычных массивов индексы начинаются с нуля, 0, 1, 2, 3, 4. Вот. Если мы вот так вот напишем, будет а нулевое, да, а там второе. Вот. А если мы напишем словарь, то мы напишем что-то типа такого. Вот слева индекс, справа значение. Да, что еще можно написать? Ну, какой-нибудь вот такой. Вот. Абсолютно атипичный словарь. Непонятно, зачем таким словарем пользуются в реальной жизни. Но, тем не менее, вы можете обнаружить, что... А, нет. Он 213 был, да? Что там у нас дальше? Квир. Ну, то есть, я говорю, с точки зрения самых маленьких, словарь ведет себя так, как если бы у него вместо номеров были произвольные объекты в качестве индекса. Когда мы до этого дойдем, мы поговорим о том, что на самом деле представляет собой словарь. Вот. Но это очень удобный и эффективный элемент данных в питоне, на котором, в общем, большая часть питона самого написана. Вот. Это что касается типов данных. А, нет, еще есть же всякие вещественные числа, эти самые комплексные числа для тех из нас, кто любит комплексные числа. Что-нибудь такое. 1 плюс 7g в квадрате. А почему квадрат комплексного числа комплексный? Или так можно? Так можно, да. Я уже забыл. Да, ну вот. Вот вам комплексные числа. Значит, питон не был бы питоном, если бы к этому замечательному множеству развесистых типов данных не примешалось бы что-нибудь такое специально удобное для программистов на питоне. Это специально удобное. Это отсутствие наибольшего целого числа. Размер наибольшего целого числа ограничен размером пансия. Вот. Понятное дело, что те из нас, кто примерно знает, как устроены языки программирования, подозревают здесь какой-то мухлёж. То есть на самом деле есть целые числа, есть длинные целые в питании. Но для программиста они абсолютно прозрачны. Вот. И нету никакого отдельного события, связанного с тем, что у вас целое число внезапно превратилось в длинные целые. Ну вот, пожалуйста, большое число никогда в жизни никому не понадобится. Довольно быстро вычисляется. Так. Значит, что-то ещё про язык я хотел сказать. Типизация. Отлично. Значит, вы могли заметить, прежде чем я перейду к типизации, вы могли заметить, что я, работая в командной строке, использую примитивный такой редактор командной строки, когда стрелка вверх у меня вызывает какие-то предыдущие мои упражнения в этой командной строке, а здесь я могу её ещё и редактировать. Вот. На самом деле всё ещё интереснее. Например, я могу с помощью клавиш Ctrl-R вызвать так называемый обратный поиск и начать искать командную строку, в которой что-нибудь такое содержится. Например, равно. Вот это последний из введённых мной команд, в который встречалось равно. Вот это. Это последний из введённых мной команд, в который встречалось вот это самое равно. И я могу вот таким способом совершать поиск командной строки. Кстати, сказать в точности так же, как это можно сделать в шейле. Любом Linux. Вот. Значит, это что касаемо... Есть ещё одна забавная фишка в командной строке, которую прямо сейчас я не покажу, покажу чуть позже. Теперь, значит, что касается типизации вот этого всего. Как видите, в питоне есть объекты самого разнообразного типа. Есть классы и всё остальное. Вот. Но. Когда речь заходит об именовании объектов, то есть о связывании объектов именами, про тип питон, в общем, забывает. То есть вы можете написать A равняется 10, а потом написать A равняется, ну, не знаю. В чём смысл такого подхода? Справа у нас объект. Возможно, какое-то выражение, которое его конструирует. Слева у нас имя, которым этот объект связан. Чуть позже мы как-то вот это вот мифическое значение имя раскроем, оно очень простое. Вот. А пока можно только сказать, что если вы выдаете команду dir, то выйдите все имена, которые вы успели задать за сеанс работы в этом питоне. Значит, вот эти, которые начинаются с бла-бла, в смысле с двух подчёркиваний, это так называемые системные идентификаторы, а вот A, A, D, 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 D и B, это те идентификаторы, которые вы успели задать за это время, они содержатся в текущем пространстве имён и доступны с помощью вызова функции dir. По этой причине интерпретатор языка программирования Python, который ничего не знает про то, какие у вас предпочтения относительно того, относительно типа объектов, которые будут называться A, с лёгкостью связывает именем A любой объект любого типа, ну и любым другим именем ТОВЬ. Вот. Это не означает, что Python язык нетипизированный. Python язык строго типизированный. Вы не можете взять и вызвать операцию, ну скажем, целочисленного сложения, передав операции целочисленного сложения не целочисленные объекты, а какие-нибудь другие, там, не знаю, плавающие, строковые, никакие. Операция целочисленного сложения выполняется только над объектами целочисленного... Господи, только над целыми объектами. Python язык строго типизированный, все объекты строго типизированные, никаких неявных преобразований типов под капотом, ничего вот этого, никакой чёрной маи. В Python нет понятия типа переменной. Вот и всё. Совсем. У идентификатора типа нет, это просто имена. С этим надо смириться. Ещё одна вещь, с которой стоит смириться, с которой стоит смириться в Python, более сложная. Сейчас я вам её покажу. возможно, она не вызовет у вас испуга. Если не вызовет, то хорошо, если вызовет, то терпите и в конце концов привыкнёте. Да. Да, конечно. Смотрите, давайте про это поговорим. Спасибо, что сказали. Вот мы написали равно 3, как вы просили, а потом вы написали а равняется вот этот квер умножить на а. Как работает на а? Как работает вот это выражение, которое мы записали? Сначала происходит синтаксический разбор. Всего-то безобразия. Синтаксический разбор завершается тем, что у нас выделяется идентификатор а в левой части связывания операции связывания. Сама операция связывания вот это равно. Строковый константный объект в правой части и идентификатор а в правой части и операция умножения. Дальше выполняется правая часть, то есть вычисляется выражение. Берётся объект, на который сейчас ссылается имя а. Берётся, ну сначала нет, формируется вот этот строковый объект. Затем берётся объект, на который сейчас ссылается имя а, а это 3. Выполняется операция умножения, получается объект строковой кверк-кверк-кверк. И этот строковый объект кверк-кверк-кверк связывается с идентификатором А. Все. То есть, еще раз, в Питоне никакой черной магии нет. Если нам поначалу кажется, что она там есть, это значит, что я просто что-то не объяснил. Абсолютно логичная интерпретация вот того, что тут написано. Если уж на то пошло, ну раз уж мы заговорили про операцию связывания. Операция связывания в Питоне еще и множественная. Вы можете написать так. А, Б, С равняется раз, два, три, ку-ку, ну и там что-нибудь еще волшебное, там не знаю. Вот. Кстати сказать, вот этот с круглыми скобочками, это так называемый константный, неизменяемый список. Он же кортеж, он же тюпль. Казалось бы, это просто синтаксический сахар, операция множественного связывания. Ну это вместо того, чтобы писать А равно раз, два, три в столбик. Б равно ку-ку, там В, С равно вот эту вся фигню. Вот, но нет. Операция множественного связывания позволяет вам атомарно переопределять имена, которые стоят в левой части. Например, если А у нас равно 10, а В у нас равно 20, как нам поменять значения А и В, не используя третьего идентификатора? Нет, не используется, разумеется, не используется. Да, вот многие знают. Все. Почему так? Ровно по той причине, по которой мы рассматривали предыдущее выражение. Сначала у нас формируется в правой части кортеж из двух значений. Если у нас операция через запятую без скобочек, то фактически это круглые скобочки, которые опускаются. Просто для того, чтобы их не писать каждый раз. Это то же самое, что вот это. Вот. О, мы их обратно. Ой, это не русские. Вот. Значит, так вот, в правой части формируется кортеж из двух значений. Первый элемент, нулевой элемент кортежа, это тот элемент, на который ссылается имя B, а первый элемент, тот, на который ссылается имя R. Потом они распаковываются на два элемента, и после этого мгновенно связывается первое значение с А, а второе с B. Вот и все. Опять же, абсолютно никакой магии. Вот некоторые даже, видите, некоторым даже неинтересны. Ну, теперь же говорю, никакой магии. Вот. Про объектное планирование скажем потом, про свободную лицензию сказал, про развитие логового сказал. Так. Про редакторы скажу в конце. Разговаривая про... А, нет, давайте я вам пропалю еще одну штуку, которая будет выглядеть... Я же обещал угрожающую вещь. Сейчас вам покажу угрожающую вещь, но она на самом деле очень простая. Смотрите, если я скажу А, Б, звездочка, С, Д, равняется, ну, какую-нибудь ерунду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Обратите внимание, что в кортеже с правой части, там может не обязательно стоять кортеж, справа может стоять любая последовательность, это неважно какая, мы до этого дойдем, когда будем разговаривать про последовательность. В данном случае обратите внимание, что в последовательности справа десять элементов, а в последовательности слева, ну, вернее, в конструкции слева, это не последовательность, это именно что группа имен. Только четыре имени. Тем не менее, это синтактически верная конструкция. Догадайтесь с одного раза, что при этом произойдет. Все, что, грубо говоря, не влезло в А, Б и Д, записалось в С. По квадратным скобочкам можно догадаться, что это список. Громче. Еще раз. Две звездочки С нет, нельзя. То есть непонятно, по какому принципу все влезет то в одно, то в другое. Вот если мы напишем вот так, я правильно понял? Нам написано, что две звездочки написать нельзя. Видите, две звездочки нельзя написать. Оно скажет, что количество имен слева не соответствует количеству имен справа. Слишком много в последовательности справа, слишком много значений, чтобы их распаковать по именам слева. Читать сообщения об ошибках полезно. Это для вас. Это не попытка оскорбить вас, правда. Это попытка сообщить вам ценную информацию. Нет, нельзя. Нельзя, потому что на самом деле этого и без того достаточно. Если вы начнете писать код на питоне, используя все синтаксические возможности питона, то, как это, это будет write-only код, его потом прочесть нельзя. Ну, или, то есть, можно будет прочесть, но у вас питон должен быть встроен в мозг, интерпретатор. Вот. Что-то еще хотел сказать про это. Сейчас, секунду. Я все вспомнил. А, возможно, и более хитрые и уже совершенно непонятные, зачем эти самые варианты распаковки. Я просто приведу пример. Смотрите, A равняется 1, 2. Type от A. Это у нас тюбль. B равняется 3, 4, 5. Давайте его в квадратные скобочки, чтобы был другого типа, чтобы, я повторяю, последовательность может быть любой. Type от B. Это у нас, type я сказал. Шла бы любая ручанка. Это у нас лист. Не покупайтесь на слово лист. Лист в питоне не означает связанный список в том виде, в котором нам это рассказывали на первом курсе. Вот это вот все. Пилот, ссылка на следующий элемент, вот это вся ерунда. Лист в питоне, это, я повторяю, динамическая таблица ссылок на... Ну, динамическая таблица идентификаторов объектов. Динамический массив, говоря простым языком. Не покупайте на слово лист. Это динамический массив. Ну так вот, у нас есть две последовательности. Мы хотим их распаковать во все, значит, сколько там, в 5 переменных. Написать что-то типа... Не тут-то было. Он говорит, у вас слева 5 переменных, справа 2 объекта. Вы чего? Ну, мы можем написать вот так. А, нет, стоп. Много, да? Мы можем написать вот так. Мне уже трудно представить себе ситуацию в реал-лайфе, когда такого рода синтексис действительно нужен. Но поднапрягшись, наверное, могу. Представьте себе, что вам приехало, ну, не знаю, там, две координаты, и вы хотите их распаковать по 4 переменам. Две координаты в двумерном пространстве. Вот вам, пожалуйста, типичный пример. Значит, что здесь происходит? Мы говорим, дорогой питон, тебе приедет два объекта, один является последностью из двух элементов, а другой последностью из трех элементов. Распакуй, пожалуйста, вот все вот по именам. И он распакует. Все, я бросил дурить вам голову этим, иду дальше. Потому что тут уже без того ужас такое. Кортежи. О, ин. Тут еще одна есть волшебная штука. Я надеюсь, я успею про нее рассказать. Вот про это надо рассказать, и вот про это, но чуть позже. Так. Раз уж мы начали говорить про последовательности, давайте про последовательности и продолжим. Значит, последовательности в питоне являются на самом деле любые объекты, про которые программист сказал, что они последовательности. Мы об этом еще будем говорить. Это волшебная фишка питона. Называется duck typing. Утиная типизация. Утиная типизация – это когда, если у вас есть нечто… Если вы считаете, что утка – это то, что плавает и крякает, значит, все, что плавает и крякает – это утка. Если для вас достаточно, чтобы объект плавал и крякал, чтобы назвать его уткой, то даже если он при этом стреляет, громыхает и облучает вас радиацию, он все равно утка. Что это значит в применении к питону? Если вы определили метод подчеркивание, 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 значит, этот объект данного типа можно складывать. Все. Есть нужный метод – операция применима. Нет нужного метода – операция неприменима. Утка не крякает, все, она не утка. Вот. Почему я это вспомнил? Последовательностью в питоне является любой тип данных, в котором определенный, так называемый, протокол последовательности. То есть набор методов, исходя из которых питон узнает, что это последовательность. Поэтому последовательностью является строка, например. Смотрите. А, В, С равняется КВ. Вот. Строка – особо интересный тип данных в питоне, потому что строка в питоне является последовательностью чего? Нет строк. Идея состоит в том, что когда вы имеете дело с последовательностью в питоне, вы имеете дело не со способом хранения чего-то где-то, а всего лишь со способом доступа к этому объекту. Тот факт, что строка, ну, скажем, вот эта самая КВ имеет длину 3 от С, да? И нулевой элемент ее – это Ку, первый элемент его – это В, и второй элемент ее – это Е. Кстати, минус первый тоже. Только с другой стороны, вы понимаете, да? Минус первый – это последний, минус второй – это предпоследний, ну, в общем, такое. Так вот, тот факт, что операция индексирования, то есть взятие элемента номер сколько-то от вашего объекта возвращает вам какой-то другой объект, совершенно не означает, что этот ваш объект действительно в памяти так лежит. Нет. Вы всего лишь определили операцию индексирования, она называется китайцем. Вот что она вернула, то и возвращает квадратный скок. Вот. Поэтому если у вас есть строка, и вы принимаете к ней операцию индексирования, почему бы не вернуть строк при единичной длине? Очень удобно. Ну, тут есть свои странные дроубеки, например, что S нулевой – это строка, правильно? Поэтому от нее можно взять нулевой элемент, от него тоже можно взять нулевой элемент, от него тоже можно взять… Ну, вы меня поняли. Но так никто не делает, кроме меня. Вот. Что еще интересного? Вы можете, например, например, задать какую-нибудь последовательность, любую индексируемую последовательность, ну, хотя бы хотя бы последовательность в виде списка и проверить, содержится ли элемент в последовательности ингуэр. да. Нет. Тут надо иметь в виду, что сложность подобной операции в данном случае линейна, потому что перед нами, напоминаю, динамический массив, и нам нужно пройтись по всем элементам массива, пока мы не найдем соответствующий элемент, или пока мы не выясним, что такого нет. В частности, операция, вот последняя, которую я выдал, да, операция ин, она прошерстила все элементы массива, коих тут 7 штук. Есть вахт 100-500 миллионов, имейте в виду, что она делает 100-500 миллионов сравнений. Такие дела. Синтаксический сахар. Ну, понятно, это абсолютно то же самое, что вот это. Но так некрасиво, а так красиво. Как я уже говорил, строка – это особый вид последовательности, поэтому, помимо того, что вы можете проверить, ну, скажем, что D содержится D содержится в строке, вы можете также проверить, что в строке содержится под строках. Этот факт, вот про другие последовательства вы так не можете сделать. Вы не можете проверить, ну, например, если вы скажете вот такое, раз-два-три-два-три-четыре-пять, да, вот-вот-вот-вот такое. Ой. Так, расскажите, что я тут написал, пожалуйста. Да, совершенно справедливо. Я написал тюпль, то бишь, кортеж, то бишь, константный список, первый элемент которого – это 123, а второй элемент которого – это результат выражения 2-3-4-5-нв, конечно. Нет, я хотел вот это написать. Как вы думаете, это будет правда вот для этого списка? Нет, не будет. Вообще говоря, операция INN не делает поиски, обычно не делает поиска подпоследовательности в последовательности. Но для строковых данных операция INN немножко другая, и она делает это. Кстати сказать, какая алгоритмическая сложность поиска подпоследовательности в последовательности? Не помню. Если мы будем описать руками, то она будет похожа очень на квадратичное Сравнили первые элементы, если совпадают, сравнили вторые, бла-бла-бла, не совпали Сравнил первый элемент со вторым, не совпало, ну понятно Но на самом деле есть алгоритм сведения этой штуки к линейному За счет небольшого, по-моему, двойного затрат памяти И поскольку этот алгоритм линейен, а этот, черт побери, квадратичен, ну в худшем случае Операция IN рекомендуется к использованию, ну вот потому что она рекомендуется к использованию Еще бывает множество в питоне, они хороши тем, что у них поиск IN нелинейный, алгоритмический Но об этом мы будем говорить, когда будем говорить про множество уже основателей Так, это я рассказал про IN, а еще IS Значит, прежде чем поговорить про IS, давайте немножко более точно поговорим про операцию именования Значит, операция именования Это связывание объекта именем Мы можем считать, что это операция присваивания значения переменной за некоторыми исключениями Пока вы работаете с константными объектами, а константными являются числа, строки, всякие ноуны, константные списки, то бишь кортежи Пока вы работаете с константными объектами, вы, ну вот смотрите, вот у нас есть A равно B равно C равно 3 Значит, это интерпретируется следующим образом У нас есть объект 3 И мы ему присваиваем, мы его связываем тремя сразу именами A, B и C Сейчас, сейчас вот так вот сделаем Sys.refcount Нет, getrefcount, по-моему Getrefcount От, что там? От A Упс 32 имени у объекта A А у нас чем равен? А, ну неудивительно Наверное, в библиотеке Питона много объектов имеют значение 3 Хорошо A равняется B равняется C равняется 100, 500 500 О, 4 Правда, почему-то не 3 Но почему их там 4, я сейчас расскажу на пальцах, а потом мы это узнаем нормально Значит, у вот этого объекта, которому мы передали методу getrefcount Четыре имени Это имя A, имя B, имя C И то имя, которым он назывался, когда его обрабатывал getrefcount Там внутри В локальном его пространстве имен было заведено специальное имя, чтобы посчитать Чтобы туда передать это число Вот поэтому их 4, а не 3 Вот Если забыть про... Ну, давайте так сделаем Дел А Удалили одно имя А, ну да О, теперь их 3 Ну, в общем, понятно, да Дел B Теперь их 2 Собственно, на самом деле одно Потому что второе Это та связь, которая образуется, когда мы вызываем функцию getrefcount Если мы удаляем C То все, у нас больше нету Этот объект удаляется сам Обратите внимание, что в питоне нету операции заведения и удаления объекта То есть заведение объекта есть, удаления объекта нет Есть только удаление ссылки на него Удаление имени Это работает прямо так же, как в любой файл-эст Давайте посмотрим Я думаю, много Видите, еще больше Много двоек используется Если у нас кэш очистился, то должно быть единичка Нет, значит, он где-то еще в кэше валяется Сейчас Не вижу Значит, он залип где-то в кэше этот 100500 Вот Как вы видите, getrefcount функция исключительно информационная То есть ею нельзя пользоваться Для того, чтобы внезапно сказать В нашем интерпретаторе ровно столько-то объектов Сейчас столько-то Через некоторое время кэш проучистится, станет меньше Вот Ну, допустим, я сейчас скажу 1501 Я думаю, что А, видите, их все равно три Да, многовато будет Не знаю Не знаю Могу попробовать с этим разобраться, кстати? Мне самому стало интересно Должен быть один поэзий Но нет Ладно Это, кстати, такое имя Подчеркивание Оно содержит Оно ссылается на последний объект Который вам сгенерировала командная строка Вот Я вот это, да? Значит, окей Значит, так вот А вот Если вы имеете дело с модифицируемым объектом Напоминаю, что целые числа не модифицируемые объекты У нас число 3 или число 100500 лежит где-то И на него ссылается объект Если вы написали А равняется 10 А потом написали А плюс равно 20 Плюс равно это как в си Помните, да? То фактически у вас произошло что? У вас взялся объект, на который ссылается А10 Сконструировался объект 20 Они сложились Получился объект 30 И А теперь ссылается не на 10, а на 30 Вот и все Это другое место в памяти Там лежит другой совершенно объект У него другой идентификатор Сейчас мы про них поговорим Все другое Ну вот смотрите Ид Вот А Это вот уникальный идентификатор вашего объекта В рамках исполнительной системы Python Если мы скажем А плюс равно 1 Мы получим другой уникальный идентификатор Они не равны Если мы скажем Б равняется А То Ид Вот А Разумеется будет равен Ид от Б Потому что это два имени одного и того же объекта Мы даже можем написать А из Б И это будет верно Именно потому что это два имени одного и того же объекта Да, конечно Вот На самом деле это адрес в памяти Куда оно поместилось В случае если это Python написанный на C Так называемый C Python То это просто адрес Другое дело Другое дело Что вам от того Что это адрес Не горячо и не холодно Вы не можете к нему обратиться По этому адресу Это просто уникальный идентификатор для вас Да Что значит временный Он становится временным Только после того Как на него пропадают все референсы Все ссылки До тех пор Пока на него есть хотя бы одна ссылка Он не временный Например Мы с вами убедились Что если мы создаем С пылу и жару новый объект Помните Сто пятьсот Сто пятьсот Сто пятьсот один То у него В каких-то местах Аж три ссылки валяются Я уж не знаю Вот непонятно Почему три А не одна Но валяются Соответственно Пока мы вызвали функцию Ид И передали ей этот объект Он отнюдь не временный Он вполне себе существующий Вот когда мы очистим Все namespace От ссылок на этот объект Он исчезнет Это очень похоже Я вот сам себя перебил Это очень похоже на то Как работает файловая система В какой-нибудь линуксе У вас у одного файла В рамках одной файловой системы Может быть сколько угодно имен И операция удаления На самом деле Это удаление ссылки на файл Их много Потом все меньше Меньше И когда вы удаляете Последнюю ссылку Файл переходит в разряд удален То же самое происходит С петонскими объектами Refcount Технология называется Щечис Очень может быть Нет Эт 30 залипло в кэше А вот если мы скажем Сто пятьсот Нет Тоже нет Как видите Пока они там Лежат в памяти Им хорошо Вот Как только мы Зачистим кэш Они будут заново заводить Да-да-да Это не у i Индикатор Это у объекта Который равен 30 Так вот я скажу Да Ну то есть Это вопрос был Или вы сами ответили на него Нет конечно разный Ну вот же Ух ты А действительно А знаете почему Мы создали объект Он где-то в памяти валяется У него есть Потом его удалили Мы создали другой объект Он там же Вот если мы напишем Напишем Вот так вот Значит а равняется Сто пятьсот А b равняется Сто пятьсот четыре Ну там четыре Не важно У них естественно Объекты Идентикаторы будут разные А так мы его создали Посмотрели Удалили Создали следующий Он прямо на этом же месте И завелся Окей Давайте не тупить на это Потому что время у нас Когда заканчивается А нам еще много О чем поговорить надо Я хотел привести пример Когда операция связывания Становится реально не похожа На операцию присваивания Это пример Когда мы работаем С модифицируемыми объектами Например со списком Если мы напишем А равняется А равняется А равняется Раз два три То мы можем Объект Типа список Давайте убедимся Что это список Модифицировать И написать Что это А типа первого Равняется Куку Поскольку А из Б Это два имени Одного и того же объекта Разумеется Модифицировали Также и объект По ссылке Это один и тот же объект Понимаете У объекта Типа лист Было два имени И совершенно неважно По какому из этих имен Мы к нему обращаемся Когда мы его модифицируем Что значит в разных строках Давайте посмотрим Я не знаю Это на самом деле В этом случае Это зависит от реализации Но я думаю Что должны быть разные Ну-ка давайте попробуем А равняется Один два три Б равняется Один два три По идее Это два совершенно разных объекта Ну давайте попробуем А из Б Нет конечно Это два разных объекта Мы создали Объект Раз два три И связали именем А Потом мы создали Совершенно другой объект Раз два три И связали именем В Вот если бы они были Константными Тогда нам бы было Все равно Разные они или одинаковые Мы не сможем их изменить А здесь конечно Мы можем изменить Вот Какую-нибудь кукурику Да Кукурику Вот пожалуйста Но если мы скажем Но если мы скажем Что Но они равны Потому что поэлементное сравнение Нас приводит к тому Что один равно одному Два равно двума Три равно три Именно это надо иметь ввиду Когда вы работаете с питоном Чтобы понимать Что ваши идентификаторы Это не совсем переменные Это именно объекты И что операция равно Это не присваивание А связывание То что справа Становится связано Именем того что слева Так Type функции fractions А Зато мы поговорили про связывание Отлично Зато мы поговорили про связывание Шикарно Значит Когда я говорил Про то что на свете Не существует Вещественных чисел В том смысле Что их Их не существует Их можно вообразить Но их нельзя реализовать Я говорю абсолютную правду Но Считать то как то надо Как вы думаете Опять же Вопрос к тем Кто не знает Но предполагает Если с веществами Числом такая вот фигня Да Неприятная Как быть Как сделать так Чтобы получилось Три точка три ровно Предложение Если мы будем округлять Будет только хуже Вы же сами понимаете Если мы ограничим Количество разрядов Спасибо Это хорошая идея Называется Число с фиксированной точкой Но Как вы понимаете Как только мы Захотим Чуть большую точность Нам придется Не ограничивать Количество разрядов Вопрос Чисто вычислительный Что делать Если мы хотим Ну скажем так Произвольную точность При вычислении чисел Ну рациональные чисел Это вы знаете Как-то вы знали Да Вы знали А я хочу чтобы Значит Первый вариант На самом деле Состоит в том Чтобы использовать Другую модель Наших чисел В данном случае Модель С произвольной точностью С произвольным размером Дробной части Со всей очевидностью Если кто из вас Учился на первом курсе Вам рассказывали Как хранятся Вот я чувствую Кто-то говорит Вот так Но вам рассказывали Вам рассказывали Как хранятся Вещественные числа В памяти Так вот Со всей очевидностью Вещественные числа С произвольной точностью Так как хранятся Вещественные числа Во всех остальных случаях Хминс не может Грубо говоря У вас строковое представление То есть Когда вы говорите Сейчас Децимал Импорт Децимал Опять Во Когда вы говорите Децимал от 1.1 А b равняется Соответственно Децимал от 2.2 Во Счастье Настал Вы на самом деле Имеете дело С моделью числа В котором Черным по белому Записаны Все цифры До запятой И все цифры После запятой Да Давайте я сначала Спасибо за вопрос Хороший вопрос Давайте я сначала Отвечу на вопрос Который вы не задали А что если сравнить 1.1 плюс 2.2 Равняется 3.3 Как вы думаете Что получится Отсюда Вывод какой В этой модели Вещественных чисел Вообще нельзя Ничего сравнивать Только на больше Меньше Только на попадание В диапазон В эпсилон Окрестность На равно Вещественные числа Можно сравнивать Только Если вы уже знали Что они равны Ну если у вас Получился 0 Потому что у вас Получился 0 Ну тоже Мало ли А 0.0000001 Это 0 или нет Правильный ответ Да Так вот Если мы сейчас Попробуем сравнить А плюс Б А плюс Б 3.3 Ничего у нас Не получится В частности Потому что 3.3 Это тоже Я сейчас докажу Что Что децимала 3.3 Не равно 3.3 И знаете Как я это докажу Смотрите Обратите внимание Вот на эти кавычки Зачем здесь кавычки Почему я передаю При конструировании Настоящего Десятичного числа 1.1 Строку 1.1 А не Вещественные числа 1.1 Нет Потому что 1.1 Это уже Не 1.1 Мы только что Это видели Что 1.1 Он представляется С какой-то степенью Точности Поэтому Если мы скажем Децимал От 1.1 Эта операция Выполнится Но получится Вот это число Оно Наиболее Близко К 1.1 Операции Операции Над Строково Десятичным Представлением Довольно тяжелые Как вы понимаете Зато позволяют Вам управлять Точностью Вычислений Если вы хотите Достаточно легкие Операции То Как было правильно Сказано Вот оттуда Надо использовать Не вещественные А рациональные Числа Томер Дроби Это другой модуль Который называется Он называется Fractions Вот 11 десятых Ближайшая Дробь И всем становится Ого-го-го-го 1 Вот Кстати А что будет Если я их сравню Боюсь Что ничего хорошего Не получится Сейчас Ай Сейчас Секунду Вот А Б АА Б А плюс Б Равняется АА Плюс Б Б Вау Ну это понятно Скорее всего В одном из этих В одном из этих Типов Просто прописано Как его сравнивать Децимус Фракшн Это на самом деле Соседний Модуль Один через другой Выражается Вот Ну если у вас Явно прописано Как сравнивать Объект Типов Децимус Объект Типов Фракшн То по всей вероятности В отличие от вещественных чисел Такое сравнение Реально возможно На самом деле И там дробь И семь дробь Только там дробь Всегда десятичная А здесь вот какая захотите Вот Ну давайте Ради интереса Скажем Что будет А что будет Если мы напишем Фракшн От 1.1 Ну как обычно Вот эта дробь Она ближе всего лежит К тому Представлению 1.1 Которое моделируется В наших Фракшн И это к вопросу О точности вычисления Осталось нам сегодня Сколько? 13 минут до конца Да Ну мы успеем Так Это я все рассказал Про функции И про type Ну вот хорошо Значит Я уже говорил Что Питон Язык С строгой Динамической Типизацией И поскольку Он еще интерпретируемый Это означает Что Если вы не предприняли Дополнительных действий Функция В питоне Не Думает О типе параметров Вот я говорил Что есть хинты В современном питоне Но хинт Это всего лишь подсказка Это не значит Что вы ограничили Программистов В использовании Типа параметров Строго говоря Функция В питоне Это вообще Не то же самое Что функция Или процедура В паскале Например Совсем не то же самое В языках программирования В большинстве Понятие функции Означают Что оно означает Преобразование данных По известному алгоритму Из одного типа В данные другого типа В питоне Функция означает Выполнение Алгоритма Над объектами Какого они типа Неважно То есть Строго говоря Подпрограмма Как запись алгоритма Это и есть то Что в питоне функция Пример Фан От А Б Б Ретерн А умножить на 2 Плюс Б Вот такая Фуб Не фан Я хотел написать слово фан Написал слово фуб Ну не важно Давайте кстати посмотрим Какого она типа Эта функция фуб Она типа Функция Так вот Если мы скажем Фуб Вот 1,2 Что при этом произойдет При этом у нас Создастся При вызове этой функции Новое пространство имен В этом пространстве имен Мы передаем два объекта Один равен одному Другой двум Эти объекты будут называться В этом локальном пространстве имен Внутри функции фуб Будут называться А и Б Дальше вычислиться Значение А умножить на 2 Прибавится к нему Значение Б И этот результат Вернется в качестве Результата работы функции Ну все просто Давайте мы сначала Отправим оба параметра строчку А потом взглянем на ошибку Хорошо Значит Но поскольку Как я уже сказал Функции в питоне Это запись алгоритма А не преобразование данных Определенного типа Мы можем сюда Передать вообще Любые типы данных Для которых Определены операции Умножения и сложения Умножения на число и сложение Например, строчку Понимаете, да? Поскольку мы можем Умножать строку на число И поскольку мы можем Складывать результат Со строкой Мы можем выполнить Этот алгоритм И на таких типах данных И на таких типах данных Не можем Что я сделал не так? Вот Тюбль не можем сложить Со списком Потому что непонятно Какого типа должен быть результат Помните, я говорил Питон строго типизированный язык Никаких преобразований Под капотом Нету операции Сложения Константных списков С модифицированными То есть списков С кортежами Не будет Сложения списков С кортежами Определили вы Специально Такую операцию Будет Вот Ну так вот Видите, да? Значит Мы что сделали? Мы умножили Первый параметр на 2 И приближали к нему второй Отчасти на ваш вопрос Ответила предыдущая Моя попытка Но В зависимости от того Какие будут типы параметров Ошибка может быть разной Помним, что Утиной типизации Означает В данном случае Есть нужная операция Она выполняется Нету нужной операции Выдаться ошибка В зависимости от того Каким способом Этой операции нету Ошибка может быть разной Ну давайте попробуем Действительно Тут вот строчка А тут число Да нет Все примерно то же самое А если число и строчка То я думаю Будет другое Ну-ка Вот То есть Как видите В зависимости от того Что думает По какой причине Вот эта операция Которая Алгоритм Который мы описали В данной функции Невозможен к реализации В зависимости от того По какой причине Он невозможен Возникает Разный тип ошибки Эти ошибки Несинтаксические Эти ошибки Вообще Вообще Появились В процессе В процессе работы Программы Это рантаймы Рантайм Какой случится Рантайм В процессе работы Вашей программы Сильно зависит От состояния Интерпретатора Да И та и другая Вполне понятные ошибки Мы не можем сложить В данном случае Строку С целым числом Вот А во втором случае Мы не можем сложить Строку С целым числом Только нам Об этом говорят Разные куски Интерпретатора И поэтому Они по-разному звучат Вот Утиная типизация Функции Функции в питоне Опять-таки Очень сильно мощная штука Но про то Какая она мощная Мы узнаем потом Потому что Это целая лекция Но они есть И они определяются Очень просто Вы это видите Так Из всего Что я хотел Сказать Я сказал Практически Все Вот За исключением Двух вещей Одну из которых Видимо Оставлю на ваше усмотрение Но просто покажу А другую Все-таки скажу Другая вещь состоит В том Что Чтобы окончательно Сломать всем мозг Смотрите Был у нас тип данных А равняется Был у нас тип данных Целый Мы сказали С равняется Стр От А Такое преобразование Есть Явное Вы можем Вы в питоне Можете Из любого объекта Сделать строку Вообще Из любого Стр От любого объекта Работает Я гарантирую Вот Ну например Стр От Фуб Это такая строка Смотрите Ну так вот Вот у нас был объект Типа Инт Вот у нас получился Объект Типа Стр Преобразование Типа Вы можете Сказать Инт От Не знаю 2.2 Вы можете Сказать Инт От строки Вы не можете Сказать Инт От строки Который Не является Целым Числом Вот Даже Который Является Вещественным Числом Не можете Сказать Инт Потому что Это не Инт Ну Непонятно Что из этого Преобразовать В Инт Зато Можно Сказать Флот И даже Какую-нибудь Ерунду Типа 2 Плюс Плюс Е6 Что это Такое Да Конечно Ой Что не так Е плюс 6 Да Спасибо Вот 2 На 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 Что я Хочу В завершении Рассказа о Питоне На сегодня Показать Как вы Думаете Вот это Кластер Класс Инт Это вообще Что такое Такое специальное сообщение Функции Type Как это Росток прозрения Функция Type На самом деле Никакую Не строку Печатает На экран Она возвращает Тип объекта Тип объекта Это класс Такой В Питоне То есть Объект Такой Можно написать Объект Равняется Type Тип от Тип от У самого Этого Объекта Будет Тип Тип Точнее Тип Класс Если не Ошибаетесь Type От О Type Type Вы можете Сказать О От Ну Нет Она не будет Это сделать В Питоне Вообще Все И является Объектом Совсем Все Вообще Все В частности Типы данных Это тоже Такие Объекты То есть Мы можем Написать Int Вот Можем же Да Можем Написать О Из Int Да Это Два имени Одного И того Объекта Который На самом Деле Являет Собой Классом Который Конструирует Целый Человек Число Всех Запутали Нет Отлично Что не Всех Хорошо Значит На этом Давайте Мы перейдем К домашнему Заданию Которое Состоит В следующем Почитать Учебник По Питону До тех Пор Пока Не надоест Учебник Это Вот Такая Штука Сейчас Покажу Я Он Называется Тьюториал The Python Тьюториал У кого Проблема С английским Языком На Вики Букс Лежит Тьюториал По Питону 3.1 Что ли Там Ну в общем Не все Что нам Нужно Но Ну правда Если вам Реально Тяжело Читать По Английски Вдруг Читайте На Вики Букс Вот Вот Этот самый Тьюториал Как читать Тьюториал Вы читаете И все Примеры Которые Там Написаны Пальцами Прощелкиваются В командной Строке Все Иначе Это будет Не чтение А ну так Наблюдение За текст Добыть На вашем Компьютере Интерпретатор Питона 3 Опять же Если вдруг У вас Это не Получается Я сюда Положу Ссылку На Видеоролик Как поставить Питон На Windows Ну мало Ли А вот Кто-то Оскорбленно Закашлялся Вот Значит Добыть Редактор В котором Вы будете Редактировать Программы Я на лекциях Буду использовать Редактор Idle Он же Idle 3 Вот он Нету его А почему нету Видимо не поставил Ну значит поставлю Значит Будет использоваться Редактор Idle На этом самом На семинаре Мы его Видели Если вы Ставите Большой Полный Дистрибутив Питона Idle Туда Входит Прямо Сразу Именно Поэтому Я буду Использовать Если Вы Пользуетесь Каким Нибудь Linux Дистрибутивом Где питон Питон Распилен На кусочки Потому Что Удобно Без графики Вообще Его Ставить То Он Содержится В отдельном Пакете Вот в частности В дистрибутивах Линейки Alt Он Содержится В пакете Python Three Tools По-моему Вот Если Вы Уже Умеете Пользоваться Каким-то Другим Текстовым Редактором Пользоваться Им На здоровье Не Вижу В этом Никаких Проблем Забыл Поставить Хорошо Поставлю Продолжение Домашнего Задания Вам Нужно Зарегистрироваться Да Написать Вот такую Программу Ну Понятно Попробуйте Зарегистрироваться В Еджаж Вот Есть Прямо Инструкция Она правда Написана Для другого Контеста Еджажевского Не для нашего Но прям написано Что нужно сделать Вот Тут есть даже Ссылки Вот в этой ссылке Надо просто Поменять Идентификатор Контеста Со 113 На 131 Вот здесь Написано 113 Надо поставить 131 Я может быть Напишу Сюда Вот Напоминаю Что надо Отредактировать Свое имя Чтобы у вас Имя участника Содержало Имя, фамилия, отчество Ну и группу Главное Чтобы вас можно было Отличать не только По никам Вот Это нужно для двух Вещей Это нужно для экзамена Чтобы было понятно Кому выставлять оценку А еще Это нужно для того Чтобы отсылать В учебную часть Список Посещающих Спецкурс Потому что Если я пришлю В учебную часть Список Ников Ваших Вот Ну вы поняли И за неделю Точнее за Чуть больше Кажется За 10 дней Не помню Вам нужно Выполнить Супер домашнее задание Про которое Мне уже тут Задали вопрос Сейчас я покажу Что? Смайли А вы уже проверили Ну вот Значит Там нужно написать Программу Hero World Причем В примере Написан не тот Hero World Который На самом деле Нужен Ну наверное Стоит все-таки Поправить Я поправлю Вот Тем самым Мы с вами Научимся Пользоваться Еджаджем Если кто-то Еще не умеет Так Вопросы? Семинары К сожалению Они только для Кафедры АСВК Для 300 Капой? 21 группе Я кажется Тоже учился В 31 группе Вау Вот И там В общем Не то чтобы Битком То есть В принципе Наверное К ним можно Попробовать Присоединиться Но Не всем Потому что Это в Машзале 4 Происходит Они происходят По вторникам В 8 часов 45 минут Утра Утра 45 минут утра Правильно сказано Именно так Так что Я думаю Что Наиболее Геройских Из вас Не будут Выгонять Оттуда Спить Себе Там В уголку Все Хорошо Еще Вопросы? Тогда Всем Спасибо 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 Спасибо.